Здарова хулиганы, как ваше ничего, с вами Айрон Друг и это очередной выпуск мод-обзора. Сегодня на нашем столе для вскрытия будет не один, а целых два мода от автора Лед Ирис. Это два игровых оружейных мода с очень шикарной работой над различными звуками, без добавления огромного количества бреда и самодеятельности. Как я говорил ранее, незачем снова создавать велосипед. Пролистав ютуб, я заметил, что должного внимания работам автора так никто не уделил. Не в мою смену, мать вашу. Поехали! Первым модом сегодняшнего видео будет Let's Generic Weapon Mod. Данный мод был создан в августе 2016 года, а крайнее обновление пришлось совсем недавно, на середину октября 2019 года. Осведомленные люди уже нашли кучу совпадений с Липитовским Weapon of Saturn, но тут все легально, так как в титрах под своим модом автор поблагодарил Липита за предоставленные ресурсы. Вот так и должны сотрудничать модмейкеры. По заявлению автора он также вдохновлялся модом Fasspons, обзор на который тоже есть на моем канале. Итак, что нового у нас есть в данном моде? Во-первых, автор переделал почти весь арсенал, сделав его более функциональным и удобным. Как я понял, бесполезного оружия у вас не будет, что радует. Весь ваш арсенал, включая пулемет, вы теперь сможете перезаряжать. У некоторых видов оружия есть альтернативная атака. К примеру, ваша новая бензопила. Кстати, зацените ее новый внешний вид. На основной атаке вы ее врубаете, и она всех режет. А на альтернативной атаке, внимание, вы ее вырубаете, и она не раздражает ваши уши постоянным шумом. Это ж гениально, Карл! Далее в этом арсенале будет винтовка, альтернативной атакой которой будет прицел. Ничего нового, скажете вы, но на большой картине всего арсенала это довольно нужное нововведение. Ракетница как и раньше стреляет как ракетами на основной, так и гранатами на альтернативной атаке. Отдельно стоит выделить ваш дробовик. Во-первых, из-за удобной горизонтальной перезарядки, которая, как оказалось, появилась еще до нового Brutal Doom. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав в хронологии. А на альтернативной атаке вы сможете, во-первых, целиться, а во-вторых, все так же горизонтально перезаряжаться. И в финале я бы отметил ваш плазмоган. Несмотря на неказистый вид и отсутствие подсветочки, которая, как нам известно, автоматом добавила бы нам 60 фпс вооружейной производительности, стреляет резвее своего ванильного варианта. А еще на альтернативной атаке вы сможете стрелять из вашего пылесоса, как из рельса трона. Просто и без лишних понтов. Плюс, зацените, как небрежно главгерой теперь перезаряжает свой плазмоган. Звук вашего нового оружия – это вообще отдельная песня. А если вы будете играть в этот мод в хороших наушниках, то вам понравится еще больше. Ах да, как полагается, автор добавил в свой мод специальное меню опций, чтобы вы могли настроить его под свой стиль игры. Черт его знает, возможно, вам, как и мне, надоест постоянно перезаряжать свой пулемет или стрелять одиночными из двустволки. Не ленитесь поставить в этот мод какую-нибудь приправу наподобие тех, что я пихаю в каждое видео и которые я уже задолбался упоминать. Еще хохмы ради можете поставить тот странный алко-аддон, ссылку на который я кину в описании под видео. Вторым модом этого автора будет мод, к которому данный автор еще не успел придумать название. На форуме он просто грубо назван персональным геймплейным модом. Данная работа была создана в августе 2015 года, а крайнее обновление пришлось на апрель 2016 года. Данная работа мало отличается от вышеупомянутого мода, за исключением некоторых моментов. Во-первых, у вашего арсенала не будет альтернативной атаки. Во-вторых, у ваших врагов помимо амуниции и оружия порой будут выпадать полезные предметы, как-то мини-аптечки и броня. А еще у тех же врагов будет часто выпадать голова. Да-да, не удивляйтесь, но расчлененка тут довольно смешная. Вроде голова не взрывается, как после выстрела из ружья в упор, и в то же время тело не остается целым. Просто пуф и в буквальном смысле голову с плеч. В этом моде гораздо веселее использовать обычный дробовик, нежели двустволку. Опять же, поставьте какой-нибудь приправный мод для большего веселья. А весело будет, это я вам гарантирую. Довольно странно, что таким интересным работам уделяется так мало внимания. Возможно, это связано с их схожестью с вышеупомянутыми модами. Или с общими интересами людей, которые играют в моды на Doom. Или с фазами луны во время приливов, хрен его знает. Но данные работы определенно заслуживают большего. И когда я случайно наткнулся на эти работы и поиграл в них, ну, лично мне зашло. Вам по желанию. И на этом все, хулиганы, с вами был Айрон Друг, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жуйте жвачку, любите игры. И до скорого.